Дорогие друзья, здравствуйте! Мы начинаем очередной вебинар от Приан о зарубежной недвижимости. Тема нашего сегодняшнего вебинара Таиланд и Пхукет. Таиланд более общий, Пхукет более конкретно, но говорить будем и о недвижимости, и о том, как живется сейчас в Таиланде, и о том, как вообще меняется рынок, какие есть возможности и для инвесторов, и для тех, кто покупает для себя, потому что Таиланд действительно сейчас одно из, и Пхукет конкретно одно из тех немногих мест, где покупают по сути для всех возможных целей, и для инвестиционной, и для покупки недвижимости, для проживания, и для отдыха, потому что собственно туристическую составляющую в Таиланде никто не отменял. И я с удовольствием представляю наших экспертов. Это Екатерина Орлова, директор департамента международных инвестиций компании Интермарк Глобал. Те, кто регулярно присутствует в наших семинарах, знают, что Екатерина – это наш постоянный эксперт. Екатерина, рад вас видеть. Здравствуйте! Взаимно, взаимно здравствуйте! И SEO компании Пхукет-9, Кирилл Вилых. Кирилл, здравствуйте! Здравствуйте, всем привет! Вы-то как раз сейчас прямо в Таиланде, и у вас уже такая сумрачная немного атмосфера, у вас уже темнеет, или хотя нет, у вас еще не совсем темно. Ну, уже начинает потихоньку, просто здесь закат сейчас начнется и ярко, мне в окно светит солнце, поэтому я задернул жалюзи. Хорошо. Ну, мы общались с вами, говорили о Таиланде примерно полгода назад, перед началом еще сезона, даже до его начала, о том, что вообще происходит на рынке, что происходит в стране и так далее. Последние пару дней Таиланд у нас прямо не сходит с новостных лент из-за задержания популярной российской группы, которая уже не в Таиланде, а уже в Израиль. В общем, Таиланд в тренде, но о недвижимости, естественно, тоже говорят. В двух словах, давайте начнем, может быть, с таких общей ситуации, экономической, потому что я несколько дней назад прочитал новость о том, что там тайский бат падает, курс. В общем, что у вас сейчас там происходит, Кирилл? Да, все нормально с тайским батом, он находится на своей вилке, а привычного колебания, там, немного туда, немного сюда, в пределах 35 батов за доллар. Доллар, вот, перед Новым годом немного опускались, точнее, доллар опускался даже, бат дорожал, но вот сейчас опять он вернулся на свои прежние показатели, среднегодовые, никаких изменений колоссальных нет. Есть и официальный курс, да, обменники работают, и еще по более выгодному курсу частный здесь даже, то есть, как бы особо это не чувствуется совершенно никак, ни в чем. Хорошо, окей, пока не забыл, в чате давайте опубликуем контакты компании, вот уже первый вопрос пришел, обязательно на него тоже сегодня ответим, и Екатерина, и Кирилла, с тем, чтобы можно было всем желающим пообщаться с ними уже по завершении вебинара. Давайте несколько слов вообще тогда об общей ситуации в Таиланде, о том, как страна вышла из ковида, и какие общие фундаментальные показатели нужно сейчас обращать внимание, и тем, кто хочет туда переехать, и тем более тем, кто хочет туда инвестировать. Екатерина, давайте с вас тогда начнем. Да, ну, в принципе, давайте я тоже пару слов скажу опять для тех, кто нас не знает, потому что с этого нужно начинать всегда, какая у нас экспертность есть. Есть компания Intermark на рынке 30 лет, у нас, как по традиции, в нашей прекрасной презентации есть несколько слайдов на эту тему. 16 лет мы были частью сети Savils, это одна из крупнейших международных компаний в сфере недвижимости, которая 165 лет на рынке, цифра, к которой мы тоже придем через полтора века. И мы после того, как Savils ушло из России, мы стали расширяться, и один из региональных офисов, который мы открыли за последнее время, это как раз офис на Пхукете. Сейчас у нас там два офиса, если быть точными, и мы будем продолжать расширяться в Таиланде, планируем открыть офис в Бангхоке, и, собственно, обладаем экспертизой по всем районам, регионам Таиланда, которые пользуются популярностью у россиян, и не только, потому что мы начали где-то год назад работать в том числе и с клиентами из Европы, и, если мы говорим про Таиланд, с клиентами из Австралии и Новой Зеландии, которые тоже активно интересуются этим рынком. Помимо этого, мы открываем в этом году два офиса в Китае, и Китай – это тоже один из тех рынков, который активно инвестирует в Таиланд и Пхукет в частности. Собственно, мы занимаемся… Спасибо, Илья Ильич Рин. А почему, вы скажете, два офиса? Оба на Пхукете? Ну, Пхукет, вы пишете, большой, но не настолько, а зачем два? Нет, как раз-таки он достаточно большой. Там завтра поехать-то можно? Да, даже, может быть, не два, а может быть, даже три офиса. Вот, и мы работаем по всему миру с инвестиционной недвижимостью, и в зависимости от цели, которую преследуют клиенты, всегда можем сформировать такое портфолио. И, конечно же, Таиланд, и в частности Пхукет – это та локация, которая пользуется большой популярностью у таких консервативных инвесторов, потому что в Таиланд и легко добраться, и он очень понятен как популярная туристическая локация, и, в общем-то, большая часть клиентов, как из Москвы, так и в особенности из регионов, покупают Таиланд, часто портфолио объектов, и апартаменты для доходности, и виллы для собственного проживания, или там зимовки, да, поэтому экспертиза у нас по этому направлению действительно большая. И, кстати говоря, еще такой важный слайд хотела показать. Мы подготовили аналитику за прошлый год по национальностям, и, конечно, тот факт, что на Пхукете чуть меньше половины рынка – это недвижимость покупателей из России, которые приобретают недвижимость, и у нас, наверное, одни из ведущих позиций на рынке русскоговорящем, то есть не только Россия, но и страны СНГ. Мы можем точно говорить, что экспертиза по рынку у нас значительная относительно многих других. Екатерина, я просто уточню, хочу вот этот последний слайд, который вы показывали. Это статистика продаж вашей компании или в целом статистика рынка? Нет, это мы заказывали внешнее исследование у конселатинговой компании, которая показала вот такие результаты. У нас, к сожалению, пока еще не такой высокий процент продаж не россиянам. Все-таки у нас, наверное, 95% объема, который мы реализуем – это русскоговорящие клиенты. Ну да, собственно, я думаю, что, может быть, в этом году все-таки статистика несколько изменится, потому что Китай открывает свои границы. Кирилл, вы это как-то наблюдаете, что китайцы становятся больше или пока вообще можно сказать, что рынок еще для них закрыт? Ну, на самом деле, почему рынок Китая закрыт и еще какое-то время будет закрыт, это нужно делать отдельный вебинар. Пока я могу сказать вкратце, условно, китайский рынок открыт, но на самом деле он закрыт. Закрыт местными регуляторами, закрыт местными ограничениями и внутренней политикой Китая для того, чтобы как можно дольше своих граждан оставлять у себя в стране и не позволять им инвестировать и тратить деньги за рубежом. Это если вкратце. Окей. Екатерина, но тогда в продолжении вот этой вот истории, на самом деле инвестиционная привлекательность Пхукета и понятие туризм, они, в общем, наверное, неразделимы или плохо разделимы. Несколько слов давайте об этом, с учетом того, что китайцы вроде придут, но пока еще не пришли. И с учетом того, что, ну, понятно, что россияне очень интересуются, но россиян там, сколько, 150 миллионов, да, китайцев в 10 раз больше. В какой степени туризм будет по прогнозам по всему развиваться дальше и в какой степени именно он является такой отправной точкой перспектив инвестиционных? Я тут, наверное, вместо Кати, наверное, лучше скажу, потому что, ну, в отличие от Екатерины, здесь на Пхукете я пережил уже, наверное, 5 или 6 волн замещения туристических потоков. То есть падает один поток, не приезжает Китай, приезжает Россия, не приезжает Россия, приезжает Индия, не приезжает Индия, приезжает Ближний Восток и страны Мена, приезжают европейцы на замену. То есть почему это происходит? Да потому что Пхукет уникальное географическое место, море, солнце, пляжи нужны будут всегда, за ними всегда будут ехать те страны, которые богатеют и будут переставать ехать в те страны, которые беднеют. Это закономерность вполне себе анализируемая на протяжении последних, ну, 15 уже лет скоро, сколько я здесь работаю, это происходит. Поэтому туристическая привлекательность Пхукета, она не имеет национальной какой-то привязки, она является экономической привязкой к тем странам, которые могут себе это позволить. А как мы знаем, в мире всегда такие страны находятся. Окей, супер. Екатерина, давай, тем более, я вижу, вы открыли слайд, где... Да, у вас, но все, есть слайд, как вы знаете, либо Кирилл, да. Мы всегда готовим аналитику, ну, в общем-то, все цифры на экране. Изменения в 2023 году в полтора раза выросло количество иностранных туристов, да, что нам важно. И, к сожалению, вот за полностью 2023 год еще не опубликованы данные, но за первое полугодие порядка 6 миллионов иностранных туристов прибыли на Пхукет. Таким образом, если мы просто удвоим эту цифру, а на самом деле там, скорее всего, будет даже чуть побольше, то примерно там чуть меньше половины всего туристического потока, который приезжает в Таиланд, он оказывается так или иначе на Пхукете. И это, безусловно, говорит о том, что Пхукет популярен, будет популярен, он постоянно входит во все рейтинги, и кто-то туда точно доприедет. Если не русские, то кто-то еще. Простите, буквально пару слов. Можно еще тогда про этот слайд? Это я просто, знаете, просто... Просто я знаю, что у нас часть зрителей смотрит с мобильных телефонов, а у меня еще с моим ужасным зрением, вот я просто не очень тоже хорошо разглядел, 6-7% это что? Здесь мы рассказываем про возможные стратегии инвестиций, да, здесь такой классический наш слайд, есть варианты с фиксированной доходностью, есть варианты, когда чистый доход проекта распределяется в рентал-пул между девелопером или управляющей компанией, да, и инвестором, вот. И, собственно, здесь эти варианты, они показаны на экране, но у нас, я так понимаю, что все-таки конкретно этот вебинар больше посвящен тем, кто хочет переехать, возможно, на Пхукет, да, и рассматривает его с этой точки зрения, и мы как раз выборку, в том числе объектов, проектов готовили с этого подхода. Ну-ка, мы можем поговорить и про инвестиции. Про инвестиции, мы тоже поговорим, просто первый вопрос тогда, вот, 6-7% это цифра по вашему опыту, по вашей статистике, если мы возьмем последние два года и, может быть, чуть больший срок, допустим, вот, с доковидных времен начнем, там, с 18-го, скажем, она уменьшается, увеличивается, или она, в общем, остается примерно той же? Я думаю, что, безусловно, доходность реальных объектов, она увеличивается, как таковая, за счет того, что увеличивается количество туристов, соответственно, растет ставка, растет заполняемость, но здесь вступает еще в дело реальная конкуренция, которая присутствует на рынках. В некоторых районах, безусловно, количество проектов увеличивается, в одном банктау, да, там, порядка 30 строящихся проектов, например, да, и, конечно, когда они все будут введены в эксплуатацию, будет создаваться дополнительная конкуренция, которая будет оказывать давление на арендную ставку в том числе, да. Если мы говорим про фиксированную доходность, то для инвестора в этом ее привлекательность, что она не зависит от реальных показателей и заполняемости, ответственность здесь на управляющей компании, чтобы она достигала реальных больших показателей, чтобы иметь возможность такую доходность выплачивать. Ну, и вот по проектам Phuket 9, да, Кирилл, CEO этой компании, мы с Phuket 9 уже, там, получается, порядка полутора лет стоим в эксклюзивных отношениях, и по всем проектам выплачивается эта доходность в полном объеме на тот срок, который указан в контракте. Обычно это 5 лет, но были проекты, где срок был какой-то другой. Окей, об этих проектах, об этих условиях, безусловно, тоже несколько слов скажем. Кирилл, все-таки насколько верно утверждение, что Phuket, ну, там, последние, там, полтора-два года говорит по-русски. У меня просто друг лучший переехал на Phuket, причем довольно давно, еще в девятнадцатом году, он говорит, я ничего такого не помню, там, ни в девятнадцатом, ни в двадцатом, того, что происходит последние, там, два сезона. Ну, на самом деле, есть такая психологическая штука, что люди, русских, русские люди замечают русских лучше, то есть они, там, слышат какую-то речь, да, они такие, о, русский, о, русский, да, то есть он не слышит французскую речь, там, за соседним столиком, не слышит арабскую, да, не слышит, там, индийскую, он слышит русскую речь. Не, я вам так скажу, здесь можно сравнить, в принципе, я недавно был, там, несколько месяцев назад на мероприятиях в Дубае, которые проводили для нас Интермарк, вот где говорят по-русски, так это в Дубае, то есть, когда ты заходишь в топовый шоппинг-мол, у тебя, там, полностью консультация, продавцы, какие-то хостес, они все русские, или ты заходишь, там, премиальный ресторан, там, мишленовский, а там бармен, охранник, хостес, повар и прочее русский, вот это вот говорит по-русски. Нет, в Таиланде не так. Действительно, россияне здесь в большом количестве присутствуют, но, опять же, есть другая еще статистика, самая, на мой взгляд, точная, это прибытие в международный аэропорт Пукета, по данной миграционной службы, да, они говорят, какие паспорта заехали, так вот Россия находится на пятом месте по количеству туристов, которые сюда приезжают, вот, ну, делайте выводы, соответственно, мы представлены здесь, то есть, одна пятая, это россияне, вот, другое дело, что россияне видны, почему? Потому что они очень активные люди, они любят везде ходить, они любят ходить в рестораны, в торговые центры, на пляже, они там встречаются с друзьями, кучкуются, тут же есть еще буйные головы, которые проводят для россиян очень крутые мероприятия, да, у нас тут в этом году выступал там Земфиры, Мумитроды, Сплин, Баста, кто угодно, и все это за счет того, что россияне еще и, особенно бизнес россияне, они буйные маркетологи, вот, и создается такой вот некий хайп, да, хотя в количественном соотношении, я еще раз говорю, мы далеко не доминируем здесь, это, как бы, понятно мне, я это вижу, кстати, до ковида Пукет был гораздо более русским, чем сейчас, просто сейчас на Пукет поехал другой чуть-чуть сегмент россиян, если раньше это был исключительно Пегас Туристик и Библиоглобус, вот эти белые распашонки и толпы обгоревших людей, то сейчас сюда поехали люди более обеспеченные, более, как бы, позволяющие себе какой-то люксовый отдых, они там... И, простите, беремен, как я понимаю, все-таки значительная доля при тех, кто живет, ну, условно, постоянно, да, вот, это безусловно, то есть тут даже никакой статистики нет... И по туризму, и по туризму, я говорю, пятое место, у нас пятое место по прибытиям. Тогда такой вопрос, и, может быть, мы даже перейдем вот к неким моментам, насколько изменилась, или, скажем так, подстроилась инфраструктура под запросы тех, кто живет постоянно, потому что, ну, вот, опять же, мой друг, у него ребенок ходит в детский сад, по его словам, он вполне мог выбирать, то есть детских садов было, ну, во-первых, причем он выбирал, он не собирался пока там отдавать его куда-то в британский сад, то есть он сказал, в садик, где, в том числе, можно разговаривать по-русски или основной язык. Он сказал, что выбор есть. Смотрите, последние два года, то есть там с 22-го, я часто произношу фразу «Боже, храни релокацию», потому что именно релокация специалистов, вот каких-то интересных, молодых, ну, понятно, что она там по ряду причин была вынужденной, тем не менее и позволила сформировать на Пукете вот этот кластер какого-то нового бизнеса, который впитал в себя всякие там московские штуки, там вот эти столичные подходы, сервисы, и также необходимость острой этих релокантов чем-то себя здесь занять, позволили как раз-таки расширить наши возможности, открыть больше детских садов, каких-то детских секций, каких-то спортивных новых залов, предложений, каких-то там ресторанов специализированных, не обязательно русских, то есть вот старая волна эмиграции, там особенно 90-х, она была такая, так, я приехал, что я буду делать? Я буду пельмени делать, да, вот, то есть, ну, там, и вареники, больше не было. А эти ребята поехали уже, они очень подкованы в IT, они умеют себя продвигать, у них есть классные идеи, и они начали здесь развивать свою комьюнити, открывать потрясающие крутые бизнесы, которые сейчас делают здесь жизнь настолько комфортной, что действительно здесь работают и доставки, и все, что угодно, и люди там работают и на русском языке в том числе, себя продвигают, поэтому многие, кто релацировали сюда не так давно, особенно люди там, как сказать, не владеющие сильно иностранными языками, они чувствуют себя здесь настолько комфортно. Хочешь полностью русский и детский сад? Пожалуйста. Хочешь школу с русским языком, там, ты очень сильно ее любишь? Пожалуйста. Хочешь школу с английским, хочешь с французским, хочешь с тайским, итальянским, немецким, как хочешь. Вся вот эта инфраструктура социальная, она наладилась сейчас здесь так круто, что я, честное слово, то, что происходит сейчас, я не видел этого никогда здесь на Пхукете. Вот, поэтому... Давайте несколько слов, вот у нас просто есть несколько слайдов, ну, прокомментируйте их, вот, собственно, ну, понятно, картинки, картинки. Наиболее популярные школы и порядок цен, просто насколько вот вы... Почему вы выбрали, ну, условно говоря, именно эти и так далее? Давайте просто буквально пару слов. Я хочу сказать, что презентацию, коллеги вам, я к зрителям обращаюсь, презентацию, безусловно, вам могут переслать, только, ну, надо бы просто вам связаться с организаторами. Школы, школы на любой вкус и кошелек, да, и не обязательно, что школа, если самая дорогая, она самая лучшая, это 100% так. Бюджетное образование ребенка здесь в год, это от 3 до 15-17 тысяч долларов в год стоит образование на Пхукете. Есть небольшие частные школы, вот слайд на нашем проекте образовательном, это школа Равай Парк Скул, она открыта у нас в поселке Вилла, она школа всего на 100 детей, то есть это очень маленькая школа. Да, есть школы на тысячи детей, где есть свои обсерватории, какие-то там научные центры, которые работают с университетами международными, что очень важно, вот, например, British International School или Head Start. Эти школы работают уже в связи с университетами, старшеклассники, завершая образование в этих школах, уже сдают экзамен, в зависимости, там, или это IGCAC, или это SAT для штатов, то есть, и поступают в университеты. То есть, фактически, образование, начиная от самого Ясельного до высшей школы, все это представлено на Пхукете, это, собственно, тоже дает потрясающие возможности здесь, как бы, жить и поживать, добра наживать. Я попрошу вас тогда еще немножко прокомментировать вот то, что вы сказали, вот, про школу, вот, вы сказали, ваша школа. Что это значит «ваша», как вы ее организовали, где вы нашли учителей, и какое имеет отношение вы, как застройщик, именно к образовательному процессу, то есть, на такие разные вещи. Как это вы смотрите? Это был открыт департамент соответствующий, который там вел подготовку, искал кадры, занималась команда, то есть, естественно, привлекается для этого. Но такая мечта у нас была давно, и мы просто побаивались, а тут, посмотрели, у нас появились как раз необходимые помещения для этого. Сначала мы стартовали там вообще с 15 детей, там было совсем мало, и постепенно, постепенно мы брали новых специалистов. То есть, важна команда, команда была найдена. А дети с какого и по какой возрастом учаются в этой школе? Да, сейчас уже год у нас работает, у нас был открыт еще детский сад, то есть, мы начали там с трех лет, да, начиная. И, кстати, британская программа, кембриджская, она начинается с пяти лет, то есть, там, первый класс, это пять лет уже ребенку, и все, и дальше пошли до выпускных классов, у нас сейчас учатся все дети, в принципе, всех возрастов. Программа русскоязычная? Двуязычная программа, то есть, она билингвальная, как ее называют еще, она выборная, то есть, есть родители, которые очень сильно настаивают на том, чтобы обязательно был русский язык в программе, и, соответственно, у них идут дублирующие предметы, например, математика кембридж, и далее, там, на следующий день, у него там русская математика, и точно так же, там, география, там, или там, сайенс, или химия, это вообще все дублируется. Преподавателей, где вы искали? Вы их искали из числа тех людей, которые релацировали в последние два года? Нет, вообще, иностранные преподаватели, это целая ниша здесь, в Таиланде, Таиланд очень любит иностранных учителей, они приглашают сюда иностранцев, кстати, в большей степени, почему-то из Южной Африки, очень сильно любят, ну, я не знаю, что Южная Африка в прямом понимании, там огромная диаспора, там, выходцев из Британии, из Франции, из Европы, вот эти специалисты здесь очень котируются, у них очень хороший язык, мне, кстати, тоже очень сильно нравится, потому что южноафриканский акцент, он там, ярко такой выраженный, как, например, у меня сын учился в британской школе, и теперь он говорит с таким британским, ярко выраженным акцентом, то есть, ну, это очень сложно поправить потом уже, если это будет нужно, а вот южноафриканский такой нейтральный, вот, и мы искали, есть такие, что, хэдхантеры тоже свои, давали объявления, там, через соцсети, находили людей, проверяли квалификацию, их дипломы, рекомендации и брали на работу. Если возвращаться к недвижимости, Екатерина, вот о чем я вас хочу спросить, вот, все-таки очевидно, что цель людей, переезжающих в Таиланд из России, за последние два года изменились, и вы, Кирилл, об этом сказали. Как это изменило спрос на недвижимость? Я не имею в виду, какие-то в абсолютных числах больше-меньше он стал. Что сейчас востребовано? Потому что, ну, опять же, вот, опять же, как мне кажется, вот на Кукете есть, безусловно, вот эти гостиничные, да, комплексы, которые на туристов нацелены, но по этой же самой причине это не вариант для релакантов, или не лучший вариант. По вашим ощущениям, вот на что сейчас смотрят, и как это изменило рынок, опять же, с учетом того, что в пандемии он был не самый активный? Ну, я бы сказала, что инвесторы все еще продолжают смотреть на кондо, преимущественно, вот, а релаканты все так же продолжают смотреть на виллы, хотя среди них есть и инвесторы. И, на мой взгляд, очень интересный пример – это то, как изменился спрос, когда поменялся проект Раваяна. Я вот сейчас приведу пример, и Кирилл, наверное, сейчас побольше немножко про это добавит. Был сейчас вот эта, по-моему, часть в презентации. Изначально в проекте Раваяна планировались достаточно большие и дорогие виллы, и потом было принято решение их изменить на менее крупные. У вас слайд загрузился, потому что у меня… У меня, да, коллеги, видно. И, кстати, друзья, не забываем, что у нас еще вопросы забыла об этом спросить. Вопросы вы можете задавать экспертам в чате, пожалуйста, пишите, если у кого-то такие вопросы есть. Пожалуйста. Да, и, собственно, как только проект изменился и Пакет 9 создал немножко менее крупные виллы, да, там площадью от 300 квадратных метров и по цене от полмиллиона долларов, даже чуть меньше, сразу спрос возрос в разы, и продажи этих вилл пошли очень хорошо. Помимо этого на эти виллы еще предлагается фиксированная доходность 6% годовых на 5 лет. И именно вот этот сегмент, на мой взгляд, в Таиланде, он, ну, Пакете в частности, он такой самый популярный, но самый непредставленный, потому что обычно либо это какие-то большие дорогие виллы, либо это кондоапартаменты, а вот что-то такое среднее, этого почти нет. И вот, собственно, популярность данных вилл, я думаю, как раз отражает вот этот сегмент спроса. Когда вы говорите среднее, среднее, это какой диапазон цен? Ну вот среднее, это вот такие виллы, да, виллы не очень большие, до полумиллиона долларов. Правильно ли я вас услышал, что для людей переезжающих виллы как продукт гораздо интереснее, чем, назовем словом, квартиры в данном случае, просто для лучшего понимания? Я бы сказала, что да, конечно. Большая часть релакантов, по крайней мере, среди тех клиентов, с которыми мы работаем, это, как правило, состоятельные семьи с детьми, и, конечно, они ценят ту приватность, которую дает вилла с собственным бассейном, с собственным земельным участком и так далее. В апартаментах ощущение все равно немножко не то. И если можно позволить себе виллу, то зачем останавливаться на апартаменте? Есть еще промежуточный вариант, он называется таунхаус. Я сам живу в таунхаусе, вот очень сильно его люблю. Такой формат, ты вроде как бы и с кем-то рядом, и опять же изолирован. Вот это такое еще есть промежуточное решение. Здесь релаканты его, кстати, очень часто выбирают. Давайте я здесь уточню еще раз. Мы говорим про релакантов все-таки, но в разрезе рынка релаканты продолжают занимать какие-то вообще абсолютно мизерные строчки. Я думаю, их меньше, наверное, 3% от общего рынка. Означает ли сказанное вами, что рынок, по большому счету, никак не подстраивался под запросы людей, которые приехали на… Совершенно вообще никак не подстраивался. Я могу сказать, он продолжает даже дальше от них отгораживаться, потому что цены продолжают расти на недвижимость, спрос по-прежнему колоссальный. Но есть еще очень интересная тенденция. Среди, опять же, этих релакантов уже появились девелоперы новоявленные, которые начали уже там что-то, комьюнити какие-то сами там искать землю. Они посмотрели, они что-то здесь изучили, и они уже под свой запрос строят это сами, сами друг другу продают, и есть уже даже такое. А что, они строят что-то, чего нет на рынке? Нет, они строят, как правило, виллы, ну, как бы мини-виллы какие-то там, одна-две спальни. Выбирают совершенно удаленные от туристической инфраструктуры земельные участки, соответственно, имеющие гораздо меньшую стоимость. То, что позволяет экономить на кости этого всего дела и продавать вот такие проекты друг другу. Такое тоже есть. Опять же, давайте посмотрим, это очень-очень маленький процент. Это, ну вот, то есть львиная доля, это все равно краткосрочная аренда для туристов. Это прямо вот. Вот тогда еще один момент, и после этого немножечко ответим на вопросы, потому что их у нас много, прям, и к ним перейдем. Но перед этим такой момент. Я на Пхукете был до ковида, и вот у меня сложилось такое впечатление, что есть вот определенный такой тип объекта, кондоминиум, 100 тысяч евро. Понятно, это может быть и 80, и 120, и 130, но вот около 100. Чаще всего это студия, если там однокомнатная, то, соответственно, будет чуть-чуть подороже. При этом весьма немаленькая часть таких проектов, они вот гостиничной лицензии не имеют. И, соответственно, они в каком-то смысле ориентированы и на тех, кто хочет, ну, там, на экспатов, на тех, кто хочет пусть снимать, но в долгосрок. То есть кому не важна близость к океану и так далее. Вот сейчас такие предложения, что они собой представляют? Потому что я, опять же, там на Париане посмотрел, плюс-минус 100 тысяч по-прежнему такие варианты есть. Не скажу, что их много, но они есть. Вот несколько слов об этом. Смотрите, 100 тысяч маленькая студия 30 квадратных метров, о чем вы говорите? Это всегда туристическая локация, расположение рядом с известными пляжами, какой-то инфраструктурой и т.д. и т.п. Те же самые 100 тысяч, но, допустим, в проекте застройщика, тайского застройщика Сан-Сири, который находится в центре острова, то это уже не студия 30 квадратных метров, это уже какая-нибудь там меняемый ван-бедрум или там даже на вторичке и ту-бедрум. То есть все решает локация здесь. Цена очень сильно привязана к локации. То есть можно найти за эти же 100 тысяч не только студии. Верно ли, что далеко не все, даже близко находящиеся к океану проекты, имеют вот эту туристическую лицензию, то есть могут работать как гостиницы? И можно ли считать это проблемой? Это отложенная проблема, проблема будущего я ее называю, потому что действительно большая часть кондоминиумов не имеет лотельной лицензии, соответственно, де юре не может осуществлять эту деятельность. То есть пока созданы некие моратории или каникулы на эту историю, но я думаю, что в перспективе ближайших трех, максимум пяти лет, это потребуется от всех. Скорее всего, будет... Много? Это реально? Да. Мне показалось, что много. Когда я видел, я говорю, а у нас пока нет ее лицензии. Это факт. Именно этим мы озабочены, именно наши проекты получают отельную лицензию. У многих из них она уже есть. Что это такое? Как ее получить по нынешнему законодательству? Законодательству твой проект должен соответствовать определенным критериям. То есть там есть свой свод правил. И, к сожалению, не все кондоминиумы, далеко не все туда попадают, что говорит о том, что, скорее всего, в этот законодательный акт будут внесены какие-то изменения, грубо говоря, чтобы всех привести к этому знаменателю, чтобы все отчитывали, все все воплотили, там, участвовали. И получение этой самой отельной лицензии будет, скорее всего, упрощено. Потому что на сегодня, вот, Екатерина говорит, 30 проектов на Бангтау, да, их на самом деле уже порядка 50, да, только в одной локации, представляете, Пукета, 50 новых проектов. Это колоссальный объем для нашего острова. И почти все из них – это кондоминиумы. Добавим сюда Кату, Корон, Равай, и мы получим там около 60-70 новых проектов. Для Пукета это много. И, естественно, в будущем их тоже придется это все делать. Соответственно, такой объем, ну, никто в один день не скажет, нет, вы не можете работать. Как вы представляете, что это случится? Понятно. Смотрите, у нас… Вот этот, так сказать, даже не серый, я назовусь, это как бы вопрос, который пока никто не решает. Но решать его будут обязательно. Друзья, давайте поступим к следующему образом. К нам, как только я сказал, что можно задавать вопросы, посыпались вопросы. Я сейчас их буду задавать, они по разным темам, да, Екатерина, больше к вам, какие-то чуть больше к Кириллу. Просто подряд их зачитаю, и потом мы уже вернемся к нашему плану, если, конечно, на что-то еще времени хватит. Первый самый вопрос был – реальные текущие ставки доходности и окупаемости. И при перепродаже через несколько лет, при сдаче в аренду. Понятно, общий вопрос. Тут можно уйму вебинаров проводить, но тем не менее… Я быстро общим, чтобы даже не утруждать, смотрите, среднее… Среднее удорожание на котловане 30-35%, средняя доходность квартиры – это 7%, от 7 до 10, в зависимости от формы того, как квартира будет сдаваться. Вот, в принципе, и считайте. После сдачи – это уже, конечно же, не 30-35% за год, это около 5 удорожаний в хорошем проекте годовых. Вот, в принципе, вся доходность за 5 лет. Окей. Екатерина, ваш взгляд и на что бы вы обратили внимание? То есть, что лучше, что хуже, да? Если есть среднее 7%, то где-то есть 5%, а где-то может быть и 8%. Так, а что лучше, что хуже – это по какому поводу? Когда мы говорим про перепродажу, про выбор объекта, про перспективы сдачи в аренду и так далее. Ну, тут же нет такого, что хуже, что лучше. В любой инвестиции и недвижимости есть доход от аренды, и потом, я думаю, что вы когда-то собираетесь из этого объекта выйти. Да, как бы нет такого, что вы его будете... Хорошо. ...вашим внуком или правнуком. Поэтому это, скорее всего, баланс того, да, чего вы хотите достичь. Как правило, конечно, большая часть инвесторов, которые заходят в недвижимость Пхукета, они заходят с горизонта планирования 5-7 лет. Вот. Несмотря на то, что за время проекта, как Кирилл сказал, да, в среднем дорожает он на 35%, флиппинг как таковой, да, то есть покупка на старте продаж и потом переуступка перед вводом в эксплуатацию, она не очень распространена. Все-таки Пхукет более консервативный рынок, где инвесторы хотят получать свой стабильный доход от сдачи недвижимости в аренду, и стабилен он за счет как раз высокой популярности рынка среди туристов, и потом через какое-то время, да, когда недвижимость максимально наберет в цене, спокойно ее продать на вторичном рынке. То есть вот такой вот совокупный пятилетний план. Окей. Второй вопрос совсем из другой сферы, но вот он, знаете, по-моему, наиболее такой из всех вопросов наболевший, такой, как перевести кошку. Я понимаю, что вы, конечно, можете ответ на этот вопрос и не знать, но я предполагаю, что для многих это важно. Покупать виллу? Нужно покупать виллу, это первое, потому что 99,9% кондоминиумов не разрешают жить с домашними животными, именно, кстати, поэтому релаканты выбирают в большинстве, и все, и как бы жить прекрасно с кошкой, сделать ей документы, чип, и заранее отправить письмо в ветеринарную службу Таиланда. И вся куча видео уже на Ютубе есть по этому поводу, инструкции в интернете, по шагам, как это сделать. А когда вы сказали, 99,9% не разрешают с кошками. Если я куплю квартиру в кондоминиуме, который, условно говоря, там в центре Пхукета, то не обязательно на побережье, мне могут не разрешить жить с домашними животными? Да, да, да. Смотрите, есть собрание домовладельцев, которые принимают уставку, и если уставка до минимума не позволяет этого делать, к сожалению, нельзя будет. Окей, следующий вопрос. Какой ценовой категории люди чаще всего ищут апартаменты и виллы? Ваш опыт, Екатерина, поскольку вы работаете в большом количестве моментов. Что сейчас? Самый оптимальный, наверное, диапазон, в котором чаще всего ищут, это где-то от 120 до 170-180 тысяч долларов. Вот такой бюджет. Кстати, вот следующий вопрос по поводу оформления визы на год без покупки недвижимости. А я еще все-таки про кошку. Что-то меня так зацепило вот эта история. Я уточнить хочу, ну, просто как кошатник старый, так сказать, видимо, по этой причине. Уточнить у вас хочу, а если ты снимаешь не в кондоминиуме, а в виллы, опять же, тот же процент, который вы назвали, насколько трудно найти виллу, в которой тебе бы разрешили держать домашнее животное? С виллой проще, гораздо проще. Надо договариваться изначально с владельцем этой виллы или с управляющей компанией, разрешат, они не разрешат. Скорее всего, с вас возьмут дополнительный депозит за сохранность мебели, за устранение неприятных запахов, обработку. Но вопрос с виллами и домами и таунхаусами решается намного проще, чем с кандоминиумом. Окей. Следующий вопрос, кстати, насколько я вижу, от того же зрителя, который спрашивал про кошку. Как оформить визу на год без покупки недвижимости? Ну, возможности есть, я знаю, самые-самые разные. Вопрос в том, чем сейчас пользуются. У меня друг учится на английских курсах и, в общем, решает этот вопрос так. Кирилл, Екатерина, ваш опыт последних месяцев, что наиболее понравилось? Самый простой и дешевый способ – это дожить до 50 лет и получить себе пенсионную визу. Ну, это долг. Не все могут тебе пенсионные. Да. Второе – это образовательная виза, поступить в языковую какую-то школу и сделать себе годовую визу. Самый бюджетный тоже вариант. Третий – оформить самый дорогой вариант визу Таиланд Элит себе по программе пятилетнюю минимально. Либо открыть себе рабочую визу, если вы планируете здесь чем-то заниматься, открыть юридическое лицо и оформить разрешение на работу. Либо найти себе спутника жизни тайской национальности, вступить с ним в брак и получить гражданство. Ну, то есть вы перечислили простота и массовость. Это тот же примерно рейтинг? Да, ну, плюс-минус, да. Вот. Где-то так. Самый дорогой вариант, кстати, Таиланд Элит – не самый дорогой вариант. Самый дорогой вариант – это Нон-Би, это бизнес-виза с разрешением на работу. Это самый дорогой вариант. Это в среднем 3-4 тысячи долларов в год. Насколько сейчас, опять же, об этом пишут, но пишут на уровне слухов, а не на уровне каких-то фактов и законов. Поэтому здесь ваше мнение было бы очень интересно. А насколько действительно все процедуры по релокации, по получению этих виз сейчас ужесточились, опять же, с учетом того, что желающих переехать стало, естественно, образом больше? – Ничего не ужесточилось. Единственное, пошла борьба с номиналами. Здесь делалось очень много номинальных компаний с целью исключительно открытия разрешения на работу и получения визы. Их чуть-чуть проредили немного, но, опять же, и до ковида, и до релокации это всегда делалось стабильно. Раз в 2-3 года такие рейды проходили. В принципе, все точно так же. Более того, они ввели новые продукты, смарт-визу. Кстати, я знаю теперь одного человека, это мой друг, он живет на Пангане, он открыл себе эту визу. Это был очень большой квест, но достаточно недорого, и виза на 10 лет ставится. Там нужно показать источник дохода. Да, да, нужно подтвердить свой доход определенный за рубежом. Более того, ты освобождаешься от налогов в Таиланде, и ты не плачешь никакие с этого всего, и получаешь визу себе на 10 лет. Очень интересный продукт, очень сложный в оформлении, но очень не крутой в плане своего использования. Более того, даже в паспорте написано, что я работаю в Таиланде, там типа work from Thailand, так на печати написано, я первый раз такое видел. Прости, сложный в оформлении, имеется в виду просто много документов. Да, 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 очень бюрократическая процедура, там нужно все доказывать, подтверждать. Ну, хотя, опять же, я вот с европейскими визовыми продуктами не сталкивался, насколько я знаю, там тоже примерно то же самое. Так что тем, кто делался и в Европе, мне кажется, сложным это не покажется. Следующий вопрос про задержки строительства на Пхукете. Написано, в Дубае можно до полтора года составлять. В договорах с застройщиками предусмотрены ли штрафы за просрочки сдачи? Что сейчас и все-таки вот сейчас уже полтора года спустя такого явного завершения ковида? Насколько ковид эту проблему ужесточил или в общем... Короткий ответ. Конечно же, штрафные санкции предусмотрены. У всех застройщиков в договорах указано здесь 6 месяцев. Это тот срок, на который застройщик по тем или иным причинам может сам задержать без штрафных санкций. Далее действуют штрафные санкции. Екатерин, по вашему опыту, насколько вообще... Ну, мы сейчас говорим о Таиланде, но может быть маленький мостичек перекинется. По вашей практике, где-то эта штука практически работает, когда иностранец где-то покупает, срок задержали, и он еще что-то выгодить с этого смог. Или это, знаете, договор это прописано, но иностранцу с этим лучше не связываться. Сдали, и слава богу. Ну, честно говоря, я практически... Ну, если говорить про мировую практику, обычно девелоперы практически везде оставляют себе вот это окно задержки, начиная от Великобритании, где есть понятие long-stop date, которое, как правило, где-то на год позже... Ну, в зависимости от проекта, где-то на три месяца, где-то на год позже, чем заявленная сдача проекта. В Дубае классика на год можно задержать, на Бали, ну, там, разные задержки. Кто-то сдает вовремя, кто-то задерживает, там, на год и больше. И практически никогда никто ничего не получает в виде пени. Поэтому я бы, наверное, да, вот ваша позиция о том, что сдали, и слава богу, я бы придерживалась ее в основном. Смотрите, здесь как человек планирует это взыскивать, да. Кто-то решает путем переговора, кто-то может обратиться в судебные инстанции. Но в любом случае, если обращаются в суд, это дополнительные издержки, которые вряд ли перекроют эту самую неустойку, которую должен застройщик. То есть, ну, тут такая, подобная ситуация. Окей. У вас написано, ну, на презентации обращается наш зритель, написано, что 10% годовых – это на всех, из них 6% управляющая компания и 4% инвестор. Ну, видимо, там какой-то слайд был, может быть, к нему вернемся, сейчас мы тогда прокомментируем. Где про инвестирование говорили? Если вот про этот слайд, то здесь мы говорим про 5-10%, это уже после вот этого сплита. Нет-нет-нет, я имею в виду, скорее всего, речь шла о слайде, где мы принесли. Я думаю, что про этот, потому что на том слайде не было 10% информации. Вот если мы говорим про вот этот слайд, то здесь было 6-7% фиксированная доходность и 60 на 40 распределение в рентал-пуле, но тут цифры 10 не было, поэтому я... Но я дополню Екатерину. Как раз-таки цифра 10 сидит вот здесь в 60 на 40, потому что 6-7% это фикс, то есть застройщик может, что управляющая компания может заработать и больше гораздо, но отдаст фикс собственнику вот этот вот. А в 60 на 40 там делится валовая выручка, и, соответственно, валовая выручка может быть больше. И вот там иногда выходит на 10. Да, там выходит на 10, но здесь конкретный вопрос про то, что 10 годовых – это всего, и 4 тогда достается инвестору. Нет, 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 нет. 10 может быть, но оно как бы может быть, а может и не быть, да, поэтому многие выбирают фиксированную доходность. Но, безусловно, фикс – это плата за надежность. Естественно, если этого фикса нет, то есть возможность заработать больше, а никак не, вот как вы пишете, 4%. Ключевой вечный вопрос, на который не существует точного ответа, но мнение и представление всегда хотелось бы знать. Про развитие сегмента управляющих компаний по сдачу в аренду через Airbnb. Какой процент забирают местные управляющие компании, если они не от застройщиков за такую сдачу? Ну и вообще несколько слов давайте о получении дохода в практической плоскости, да, без управляющей компании здесь никак. Кто начнет? Да я могу быстро сказать, мы же управляем сами, здесь очень все просто. Ну, понятно, R&B и Booking.com все знают грабительские комиссии, сколько уходит. Вот отсюда у нас берется вот эта формула 60 на 40, мы делим вал, мы делаем валовую выручку, которая очень просто мониторится, то есть вот она там по системе отчетности бронирования комплекса зашла, и видно, сколько было ночей, да, сколько были забронированы, мы эту валовую выручку делим в пропорции 60 на 40. 60% мы забираем себе, и 40 чистыми с оборота отдаем собственнику. А вот уже потом начинается наша головная боль, эти 60, мы эти грабительские 20-23% отдаем R&B, 15-17% тратим на амортизацию, мелкосрочный ремонт, обслуживание и коммунальные платежи, и в лучшем случае 20% достается нам в качестве чистой прибыли. Ну, опять же, сегмент управляющих компаний, вот сколько их, и вы сказали, что очень много сервисов, бизнесов разных развелось. Управляющих больше не стало? Конечно, стало. И здесь важно не попасть на маркетинговую уловку, когда вам говорят, вот, типа, смотрите, там, вот это делят 60 на 40, они 60 себе забирают, как так, а мы предлагаем 80 на 20, когда 80 вам, а 20 всего нам, и, конечно, это звучит потрясающе. Но они делят прибыль таким образом, то есть они, это доходы минус расходы, а когда вы не можете нормально и адекватно мониторить расходы, то прозрачность системы уходит. Соответственно, нужно выбирать управляющих компаний, которые делят вал. Это самые честные управляющие компании, которые очень просто мониторятся, которых очень легко просчитать. И тогда там сразу видно и агентские комиссии всех, ОТА, агрегаторов, агентов и прочих, и прочих. Видны расходы там на коммуналку и на все, и видна и понятна четкая доходность управляющих компаний. Следующий вопрос, когда мы говорим про гарантированную доходность, я немножко, Екатерина, перефразирую этот вопрос, который был. Гарантированная доходность – это доходность от кого? Кто ее дает, как она проверяется и так далее, и как она соблюдается? Да, вот тут спросили, банковская ли это гарантия. Меня, честно говоря, умиляет наивность таких вопросов всегда, каждый раз. Естественно, банковская гарантия – это то, что вы можете получить по депозиту и то застрахованному на определенную сумму. Сколько у нас в России сейчас? 700 тысяч рублей, я уже не помню, если честно. Поэтому любая доходность сверх этой банковской гарантии условной – это доходность с определенным риском. Что такое вообще гарантированная или фиксированная доходность? Это доходность, которая прописывается в контракте, чаще всего с управляющей компанией, редко с самим девелопером. Если это контракт с самим девелопером, то это хуже намного для инвестора, потому что у девелопера… Ну, я имею в виду, у девелопера как компания такая LTD или LLC, созданная на отдельный проект. Это иногда бывает так в Великобритании. То есть компания, которая не генерит какого-либо дохода и достаточно быстро может себя объявить банкротом. Лучше, когда контракт подписан с компанией, которая непосредственно генерит доход, и в данном случае фиксированная доходность – это как раз обязательство компании выплатить какую-то вот эту фиксированную сумму с надеждой на то, что она заработает больше, и все, что она заработает больше, она положит себе в карман. И здесь понятна выгода обеих сторон. Инвестор получает фиксированный стабильный доход, который выплачивается ему в понятные даты, в понятном объеме. Управляющая компания получает возможность, в зависимости от того, насколько хорошо она перформит и управляет объектом, зарабатывает что-то сверху своих там фиксированных каких-то сумм за управление. И в этом плане нужно четко это понимать, что выгоды есть у одной стороны, и выгоды есть у другой стороны. Но ни о каких банковских гарантиях, ни на одном рынке, речи не может быть, безусловно. Екатерина, на самом деле вопросы у нас были следующие. В предыдущем чате говорили, с одной стороны, про районы. Буквально несколько слов. Где сейчас покупают, что сейчас покупают, и про те предложения, которые у вас есть. Про районы. Давайте я вернусь к нашей прекрасной презентации. И в карте... Слышно меня? Да, слышно, слышно, слышно. Прекрасно. Вот, собственно, про районы. Вот здесь очень так наглядно показано. Большая часть популярных районов Пхукета, она сосредоточена в его нижней части. То есть от середины вниз. Верхняя часть, она населена не очень сильно. И там в основном отдельные отели, такие более уединенные для отдыха на природе. Самые популярные районы, это, безусловно, туристические районы на юге острова. Это пляжи Корон и Ката. Там достаточно высокая плотность застройки, сформировавшиеся районы, и относительно небольшое количество проектов новых, которые выводятся на рынок, просто за счет того, что там практически нет мест для застройки. Кстати говоря, пользуясь случаем, хотела бы анонсировать, что на недалеко от пляжа Ката будет 8 марта новый проект «Феномен». Как раз девелопер Пхукет-9. Мы объявляем об этом в старте продаж и даем прекрасную возможность инвесторам оплатить резервационный взнос на карте в день лонча, даже по российской карте. То есть высокие технологии идут вперед. И это была одна из, кстати, тем заявленных вебинаров о том, как поменялся процесс покупки недвижимости на Пхукете и в Таиланде. Он идет вперед, и применяются новые технологии. Мы, насколько я знаю, будем первые, кто, в принципе, эти технологии применяет на Пхукете. Так вот, да, двигаясь дальше по районам, если мы сдвигаемся наверх, пляж Бангтау, один из самых популярных тоже для туризма, но в том числе и для релокации. Я знаю много семей из России, которые переехали и живут там на виллах, но не на самом пляже, а больше вглубь острова. Еще один-второй район, популярный очень для экспатов, находится на пляже Равайи на самом юге острова. Вот, и он, конечно, да, больше в сторону как раз релокантов, экспатов, но и для туризма в целом тоже подходит за счет того, что можно выезжать на соседние пляжи, которых, в принципе, достаточное количество в радиусе там нескольких километров. И, конечно, еще есть район восточного побережья. Он именно для тех, кто прямо уже вот переехал на Пхукет и живет там. Там Марина, там большое количество международных школ, и он такой относительно негустонаселенный. И следующий вопрос, который был, в любом случае, он очень важен, с оплатой. Как происходит оплата сейчас, особенно если из России что можно, что нельзя? Да, значит, по оплате очень важный, безусловный момент. Оплата происходит разными способами. Во-первых, конечно же, это свифт-перевод. И если вы покупаете недвижимость во фрихолд, а в Таиланде можно это сделать, вопрос, нужно ли, да, иногда. И можно оплатить как раз свифт-переводом из России эту недвижимость. И мы до сих пор помогаем финансовым валютным контролем банка без каких-либо проблем сделать эту транзакцию. Также по проектам Пхукет-9 возможно оплата рублями без банковского перевода за счет того, что мы являемся официальным представителем и официальным отделом продаж застройщика сейчас не только в России, но, в принципе, и вообще по миру. Ранее мы были только в России, около года назад. Собственно, поэтому есть разные методы. И, безусловно, наличие этих методов, оно помогает большему количеству покупателей за счет вот этой более легкой логистики средств выбирать все-таки Таиланд, а не некоторые другие локации. Вот, помимо этого, как я сказала, у нас теперь есть этот потрясающий ноу-хау по проекту «Феномен», когда вообще можно будет бронирование, что уже немаловажно, просто оплатить картой на сайте, в том числе российской картой, картой российского банка. Это прям... Чего только не придумаешь. Кто бы мог несколько лет назад подумать, что понадобится, да? Ну, как есть. Екатерина, еще один вопрос, он тоже был. Понятно, что он очень общий, но вот тут именно ваш взгляд, как специалист по инвестициям. Вы только что коснулись этого вопроса, фрихолт, лисхолт. В некоторых случаях сказали, фрихолт не надо, а лисхолт – это хорошо. И вопрос еще был у нашего зрителя про юридическое и физическое лицо, на кого оформлять, как вот с этим поступить, тем более, что в Таиланде при покупке виллы, насколько я понимаю, тут вообще определенные нюансы в этом смысле есть. Вот этот вопрос просто насколько... В нескольких словах буквально, насколько это можно... Да, буквально, если кратко, да, то во фрихолт можно купить либо апартамент, вот прям на обычный... На физика. На физика можно во фрихолт купить апартамент. И можно купить виллу во фрихолт, но только если вы ее оформляете на юридическое лицо. А оформление на юридическое лицо несет определенные нюансы. По локальному законодательству 51% должен принадлежать Тайцу в этом юрлице. Соответственно, есть определенная, да, широко принятая схема, каким образом это работает. Тайца, он такое номинальное лицо, все права, там, подписи и так далее у миноритария, ну, реального, да, владельца. И, в принципе, эта схема работает. Но вопрос, да, иногда стоит ли покупать во фрихолт, в особенности, если это апартамент. Фрихолт, он немножко дороже с точки зрения налогов, которые возникают на недвижимость. И, как правило, рекомендуется оформлять те апартаменты, в которых вы все-таки планируете там проживать. Либо это апартаменты большой площади, которые потом на вторичном рынке будут более ликвидны, если вы изначально продаете их как фрихолт. Небольшие апартаменты, которые, как правило, покупают инвесторы, это студии, да, которые мы упоминали, там, по 100-120 тысяч долларов. Это односпальные квартиры. Их совершенно спокойно можно оформлять в лисхолт. Это никаким образом не повлияет на их ликвидность. Ну и, конечно, виллу. Если вы не хотите оформлять юридическое лицо с тайцем совместным, то можно виллу тоже приобрести в лисхолт без каких-либо проблем. Ну все равно, я так понимаю, что главный минус лисхолта, он, скорее, психологический. Да. По большому счету, то есть... И еще, к сожалению, я понимаю, не существует еще примеров, когда у кого-то лисхолт заканчивался и было понятно, ну просто это... Мы активно начали покупать не так давно, чтобы понять, а что будет, когда вся эта история закончится. Да, безусловно. Конкретно в Таиланде не было случаев продления лисхолта, потому что он появился относительно недавно. Но, тем не менее, сама система лисхолта, она достаточно широко распространена по миру. И есть примеры в других странах, где уже продлевался лисхолт. Например, на Бали были случаи продления лисхолта и понятна схема, как это работает. В Великобритании страна, откуда в принципе пошел лисхолт, там, безусловно, тоже были случаи продления и понятно, как это работает. Поэтому есть широко распространенная мировая практика. Таиланд в этом плане очень следит за своей международной репутацией и тем, как он воспринимается именно в глазах международных инвесторов, которые вкладывают достаточно много в локальную экономику. И в этом плане, я думаю, что будет совершенно точно соблюдать те порядки, установленные относительно вот этих форм собственности, лисхолт или схолт, поэтому на них можно полагаться и, в общем-то, рассчитывать на продление в установленные сроки. Окей. Екатерина, я вот в другую очередь к Екатерине обращаюсь, которую я сейчас написала в чате. Вы можете получить презентацию, просто напишите, ну, мы и рассылку делать будем, всем, кто зарегистрирован, но можете напрямую написать или вот позвонить Екатерине Орловой, и тогда, собственно... Да, безусловно. Мы продублируем рассылку из нашего почтового адреса в том числе вместе с нашей презентацией. Да, она придет не только с e-mail при Ан, поэтому вы сможете ответить на это письмо, и также наши брокеры с вами будут связываться, если вы оставляли свои контакты, и вы можете у них уже уточнить все детали и еще раз запросить презентацию, если по какой-то причине вы не нашли ее в почте. Но проверяйте спам завтра или там послезавтра письма от нас будут приходить. Ну и тогда уже заключительный вопрос все-таки именно инвестиционный. Вот мы так немножко коротко об этом сказали, потому что изначально тема нашей нашего вебинара была несколько иной. Вот инвестиционная недвижимость в Таиланде, именно инвестиционная, и небольшие апартаменты, сугубо гостиничного типа, с гостиничной лицензией, с там управляющей компанией, под каким-то брендом и так далее. Это знак равенства или не совсем? Вы знаете, во-первых, я бы немножко дискредитировала здесь бренд сразу, да, потому что, как правило, бренд это не более чем право на пользование брендом, то есть здесь фактического участия бренда, как правило, нет. И яркий пример это проект Four Seasons на Фукете, на севере острова, где именно было выкуплено имя, а не было участие Four Seasons, и который сейчас заморожен, да, вот, то есть бренд не знак, что да, нужно заходить. Я бы сказала так, что самое важное это репутация девелопера, то, насколько он долго на рынке, какие у него сданные проекты и так далее, есть ли у него своя собственная управляющая компания или нет, потому что, как правило, да, девелопер будет лучше строить и более тщательно продумывать проекты, которыми легче потом управлять, если у него своя управляющая компания. И с этой точки зрения кондоапартаменты, где и хороший девелопер, и собственная управляющая компания, и при этом сама локация не перенасыщена, это вот если мы говорим, да, про будущее, потому что рынок, он популярный, но даже на таком популярном рынке все равно в какой-то момент может быть точечно локальное перенасыщение, которое будет влиять на арендные ставки. Вот если все эти факторы, они как бы соблюдены, то, на мой взгляд, это самый удачный инвестиционный вариант, который вот можно найти. И, безусловно, да, это апартаменты небольших площадей, но здесь это классика, наверное, не только пакета, но и всего туристического рынка, может быть, там с небольшим исключением Бали, где большой популярностью пользуются виллы. Вот там редкое исключение. Вопрос от Анатолия про Паттайю. Ну, насколько вы в Паттайе не работаете, тогда, наверное, почему? А в Бангкок вы при этом идете. Вот несколько слов еще об этом, о ваших планах компании. Да, мы знаем хорошо рынок Паттайи и пока что считаем его намного менее перспективным и привлекательным, чем рынок Пукета. Связано это с тем, что в основном там достаточно высотные здания, пробки и там ряд других факторов, которые влияют на привлекательность недвижимости. Следующие рынки, ну, не следующие, на самом деле, на рынке Самуи мы уже достаточно хорошо присутствуем, работаем. И у нас, кстати говоря, буквально на днях появился интересный проект кондоапартаментов для тех, у кого небольшой бюджет и, может быть, даже не хватает на Пукет. Там есть апартаменты, которые можно купить во фрихолд стоимостью порядка 80 тысяч долларов. Сейчас это вторая очередь, первая очередь уже построена практически, вторая вот сейчас старт продаж и можно рассмотреть Самуи, да, для либо тех, у кого чуть-чуть бюджет пониже, либо для диверсификации. Да, и следующая локация, в которой мы будем активно наращивать листинг, это Бангкок. Я говорила на следующих вебинарах, но, наверное, здесь тоже обозначу, что это такая локация очень правильная, как альтернатива обычным инвестициям в европейские новостройки, да, то есть для долгосрочной аренды в том числе и локальным жителям, и экспатам, которые живут в Бангкоке. Ну и, конечно, тот факт, что до Бангкока лететь там сколько, 8 часов, да, очень-очень удобно. Окей. Ну что ж, с небольшим перерывом в течение нескольких минут, это же у нас так из активности, Кирилла, случился. Мы немножко затянули, просим прощения за эту паузу, но ничего, я думаю, что главное, пообщались, большую часть вопросов посвятили, контакты Екатерины здесь, через нее можно и с Кириллом тоже связаться, но у начала даже контакта своего не оставил. В любом случае, еще одна информация через 10 дней, через вторник, у нас будет еще один вебинар, там, подробно расскажем о нем, будем говорить про европейские страны и про ВНЖ, думаю, в ближайшие несколько секунд в чате, постараемся опубликовать контакты, ну, а я еще раз с удовольствием представляю Екатерину Орлову, руководителя Департамента международных инвестиций компании Intermark Global, Екатерина, спасибо огромное и до встречи на следующих вебинарах. Да, спасибо большое, Филипп, большое спасибо всем, кто с нами остался и переподключился во второй раз и до новых встреч, хорошего дня, счастливо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok